всем привет подписчикам моего канала значит очередной прекрасный день я думаю что если так часто буду жать на рыбалку то у меня не будет время делать монтировать видео но все же сегодня я опять на рыбалке вот такая вот сегодня красота ни одной тучки приятный день судак стал скрывать очень хорошо очень много людей на рыбалку водок все ловят все рыбачат но значит сегодня такое видео не стал делать видео дома потому что время нет отдельные обзоры снимать решил сразу обзор сделать на рыбалку получил я такой спиннинг black hole classic c255 написано модуля m7 fuji seat new guides концерт 257 35 грамм ns корея получил я его несколько дней назад но не было времени его еще опробовать потому что произошел с мультом такой курьез сейчас быстренько расскажу после это джиг это снасть до мультипликатора сейчас я открою покажу значит шнур которая поставил на мульт повар прослик 8 сделаны так сказать из спектры через пять рыбалок он просто разлетелся на мульте я не знаю то ли я сначала грешил на спиннинг на айка что где-то цепляет шнур он стал рваться лохматиться и на последней рыбалке при подсечке судака просто порвался посередине просто дернул бах и а то ровно порвался я его смотал он был каких-то весь зацепах причем эти зацепы появлялись постепенно после 2 рыбалки я заметил что стали какие-то там заусенцы на шнуре потом на 3 хуже хуже такое чувство то что-то где-то трет я разобрал спиннинг ну как айка спиннинг рассмотрел его весь там чуть ли не под увеличительным стеклом проверил все кольца на вату посмотрел единственно было несколько потеков клея так на кольцах не знаю могло ли это повлиять на это или нет дальше мне показалось что мульте за 5 рыбалок стали стал протираться глазок и на само крепление я не знаю сейчас если будет видно вот у меня мульт само сам глазок от само крепление глазка пластиковая на нем появились какие-то борозды с правой и с левой стороны и я конечно очень расстроился что за 5 рыбалок с мультом такая произошла непонятка да и причем абу гарсия в принципе все хвалят я почитал интернете полазил и не нашел что у кого-то есть подобные проблемы значит что я предпринял я решил разобрать мульт полностью полностью я разобрал его полностью обнаружил что там практически нет смазки как следует его смазал посмотрел на глазок глазок на самом деле не протирался это просто на нем были отпечатки от шнура предыдущего потому что шнуры как знаете смазывают чем-то и борозды которые были на черном которые на самом крепление глазка я так и не понял то ли это от шнура то ли это заводской какой-то то ли брак то ли так и должно быть они я так и не понял но там даже не борозды как пропила как будто вмятины поэтому я думаю что мульт принципе здесь ни при чем или сам шнур но этот шнур получил от друга он сказал что это настоящий повар про принципе я ну как склонен ему верить но не знаю вот пришлось его смотать и заказать так сказать себе в экстренном порядке шнур значит power пробу 019 этот 023 strike wire extreme желтый от cvc фирмы вот я у сегодня получил сразу намотал и вот мульт у меня кстати мульт после смазывания когда я разобрал я его полностью смазал смазал кнопы разбирал полностью кнопы и мульт я никогда не л как разбирается мульт я мы с другом забрали его за 15 за 20 минут разобрали и собрали и смазали будешь очень просто разборе откручиваешь три болта вытаскиваешь пулю вытаскивать вот это ничего там сложного нет смазываешь закрываешь все любой человек намного проще чем мясорубка как бы вот так сейчас я немножко перемотал сюда бэкинга слишком много плетенки я сейчас поэтому стал в тихом месте я сейчас буду разматывать сматывать бег бэкинг время у меня есть еще время мало часа около пол четвертого наверное вчера предыдущая рыбалка когда я был судаковый клев был только где-то около часов 6 7 поэтому время у меня дофига и я как бы буду потихонечку сейчас настраивать снасть и потом уже там выдвинуть именно судаковое место ну и что по спиннингу по спиннингу что можно сказать ну чехол конечно полная гуана обычный самый простой написано вообще отпечатано краской и отпечатано очень плохо пришел и заказал его в интернет-магазине в россии но не на спиннинг-лайне а в другом я не помню мастер-фишинг или что-то типа такого пришел в какой-то убогой упаковке кар треугольной за которую мне картонный самый простой за которым не еще пришлось там 300 рублей заплатить на спиннинг-лайне же когда заказывая никакую коробку не за какую коробку ничего не платила мне там пришло там двухсантиметровой картонной трубе очень толстый и прочный ну ладно спиннинг дошел самое главное очень простейший чехол чехол простейший но на самом деле по чехлу я не сужу потому что многие дорогие спиннинги вообще делают простейших чехлах а некоторые санкроекса вообще в пластиковых пакетах приходят поэтому если сэкономили на чехле это не значит что сэкономили на самом продукте значит вот так вот он выглядит ручка скажу честно пробка просто хреновая ну так сказать пробка была серая что здесь сделал я вчера на три раза пропитывал поле жидким полимером чтобы пробки сейчас пробку воду опустить него да просто стечет она практически пластиковая этого пропитал пробку на три раза жидким полимером вот так она стала при как очень красиво так желтенько выглядеть а как она была просто серая ну видно что по пробке в принципе пробка низко пробная если можно сказать что на пробке сэкономили и на чехле сэкономили но не сэкономили на катушкодержателя это фуджи и не сэкономили на суд же кольцах причем фуджи кольца не алканитовые а Fuji-кольца SIG. Прямо на бланке написано Black Hole Classic Casting 255 AM8 графит Fuji SIG New Guide Concept. На кольцах не сэкономили. Что поразительно. Спиннинг стоит 6 тысяч рублей сейчас. До этого он стоил 4 тысячи, там даже 3, по-моему. Поэтому, как бы, ну, на самом деле, это немножко удивительно и, как бы, приятно, да. Ну, вот такой вот спиннинг очень понравился мне. Мне вообще нравятся лакированные бланки. Я не люблю бланки чистые, не лакированные. Я люблю бланки лакированные. Потому что лакированный бланк намного защищен от ударов и от внешних воздействий. На порядок больше, чем мне не лакированный бланк. Поэтому, покупая спиннинг не лакированный, ну, как бы, можно заплатить хорошие деньги и он сломается, ну, не быстрее, но гораздо проще можно его сломать, например, там, ударом, грубо говоря, об лодку. Ну, вот так вот он выглядит. Сейчас достану носик. Значит, ну, в принципе, по кольцам нареканий никаких нет. У Fuji они и в Африке, Fuji, да. 10-35 грамм. Очень хороший этот. Здесь не обточено, а здесь одевается напрямую, как у многих там других спиннингах, санкройксах. Приятный такой цвет. Синий у него. Значит, такой небольшой, ну, не недостаток, а, как бы, можно сказать, здесь вот под, на первую, вот на первую вот это, и вот здесь попало, как будто под краску, то ли волосок, то ли, как знаете, вот от ваты, какая-то мелкая. Прям вот видно, как будто волосочек его закрасили, и он такой, когда рукой водишь, ребристый. Ну, в смысле, я имею в виду, это, конечно, на работу спиннинга не повлияет, но, я говорю, даже его на глаз не видно, просто вот если трогаешь, чувствуешь за такое небольшое ощущение. Но за такие деньги, я думаю, спиннинг лучше, лучше, чем, ну, больше, чем достаточно. Здесь самое главное, что Fuji, катушка-держатель Fuji, даже не то, что катушка-держатель, а самое главное, что это кольца Fuji, да. Причем Fuji не алканист. СИК, что очень радует меня лично еще больше, да. Потому что в Европе, если ты покупаешь, в Европе, если ты покупаешь кольца, если ты покупаешь спиннинг с кольцами СИК, то этот спиннинг будет стоить минимум где-то тысячи, полторы тысячи, то бишь ты 160-170 евро, минимум, в среднем 200 евро. Кольца СИК, это в среднем 200 евро. Алконит, 150 евро, а ниже уже 100-120, это уже, как правило, ну, тоже алконит может быть, или какое-то другое, там, гуана. В России, вот, это же меня удивило, да, например, корейский спиннинг Black Hole, отлично сделан, кстати, кольца поставлены очень ровно и очень ровный бланк, нареканий вообще никаких нет. Просто вот кольца, я, у меня, по-моему, ни на одном спиннинге так ровно кольца не стоят. Вот такой прекрасный инструмент. И сейчас я его, конечно, буду испытывать, я его взял с собой, потому что в ближайшее время, я говорю, возможно, мы выйдем в серьезную рыбалку, и я, наверное, возьму даже, возможно, этот спиннинг с собой, надо мне его сейчас протестировать, будет покидать, посмотреть, чтобы он там, у него не было никаких скрытых дефектов заводских, чтобы он там не сломался, еще что-то. Ну, вот так. Так что, сейчас буду разматывать, наматывать мульт, и потом уже поеду дальше по суда, чем я там. Ну что, шнур перемотан. На самом деле, весь этот геморрой у меня занял минут, наверное, 40. Ну, не 40, но минут 30 точно. Перематывал шнур. Пока там смотал, пока бэкинг там смотал на шнуре, там туда-сюда, короче, этот. Все, ну все, намотал по самому шпулю, настроил. Спиннинг, в общем, пару раз закинул, понравилось. Кидает достаточно хорошо. Ручка коротенькая, но удобная. И вот, так по воле случая, я пока там наматывал, сматывал шнур, меня вот снесло на свое место, где я ловил до этого, к бую, к красному. И вот сейчас, я думаю, я даже тут остановлюсь просто ради интереса и просто здесь обловлю все это место с буем. А потом поеду уже чуть-чуть поближе к вечеру, поеду уже, возможно, немножко подальше. Вот первый ударчик тут разловил разловил это. Такой вот судачок. Можно сказать, разловлено. Новый спиннинг разловлено. Black hole. Оба! Вот так вот. Такой вот дядя. Неплохой. На самом деле, уже думал переезжать отсюда. Стою, стою. Думаю, перееду. Такой вот. Дядя своему. Неплохо так засел. Ну, в нем, конечно же, нету. Размерчик это не наш абсолютно. Он, он даже покоцанный. Видно, его кто-то побил. Такой. Такой. О, стойка. Оба! Отпускаем. Пусть плывет во своей осень. Ну, вот как-то так. Уже приятно, что что-то поймал. Ну, будем ловить дальше, посмотрим к вечеру, что будет. Ну, вот как бы, переезжаю сейчас немножко с места на место. Был там, буя. Сейчас остановился возле этого. Вот, хотел показать. Была поклевка у меня, да? Вот сейчас. И нет хвоста. Вот, вот, чем минус чеки и теча, да? Он ловистый силикон хороший. Приманка, вот эта, стоит 1 евро. 1 евро. И минус в том, что очень часто отрывает у него хвосты просто. Ну, вот. Без хвоста. Это просто разбито. Вот, без хвоста. И, как бы, ну, я их не выбрасываю. Я, возможно, припаяю сюда какие-нибудь хвосты. Ну, просто факт, да? Просто, вот, абсолютно рабочая приманка, нет хвоста. Жалко. Ну, как бы, да. Уловистая приманка. Хорошо японцы сделали. Ну, конечно, хвостики оставляют желать лучшего. Ну, посмотрим. Порыбачу. По поводу Black Hole. Спиннинг нравится. Все отлично. Он у вас строй такой не экстрафастовый, не экстрафастовый. Такое что-то между. Типа, строй у него такой получается, как ближе к экстрафастовому. Такой посередине. Ну, хороший строй. Кончик хорошо играет. Мне нравится. Как бы спиннинг. Единственное, по длине чуть-чуть ручка могла была бы быть. Ручка немножко коротковатая. Была бы сантиметров на 10 для ней. Ну, это лично мое предпочтение. Это не минус и не плюс. Но мне и так устраивает. Я кидаю. Все в порядке. Кидает очень хорошо. Чувствительность нормальная. Своих денег, я думаю, стоит больше, чем... Ну, сказать... Как сказать? Своих денег стоит 100%. Там 6 тысяч, я думаю, что вполне за этот спиннинг можно отдать. Как бы вот так вот. Ну, ничего бы ловить дальше. Сейчас потихоньку переезжаю точки. Все судаковые просматриваю их. Передвигаюсь ближе к мосту. И вот. Очередная поклевка. И то же самое. Один хвост. Кейтэча остался. В общем, уезжая из этого места, я тут уже вот... Тут две приманки я тут испортила. Ну, вот. Приманка, да, это расходный материал. Конечно, дорогие приманки имеют. Не выгодны. Ну, судак, скорее всего. Он от зубов остались. Щипает за хвост. Ладно. Кейтэча у меня на самом деле как бы хватает. Пока, да. Поэтому, ну, в принципе, расходник. То есть расходник, да. Ну, конечно, жалко. Ну, ничего. Зато рыба потихонечку ловится. В основном цвета ходовые. Кристалшат, Рейнболшат и Электрикшат. В основном я вот эти вот беру. Рейнболшат, Кристалшат, Электрикшат. Вот эти три цвета, они как бы выстреливают. Ну, неплохо. Вот было пару поклевочек тоже. Ну, судак что-то берет совсем яло. Время полседьмого. В принципе, выход судака должен быть или начаться сейчас, ну, или может быть через, там, минут тридцать, по идее, да, вечерний. Ну, как вчера. Вчера было то же самое. Никаких поклевок не было, а потом начался выход. Судак берет, было у меня пару поклевок, но так берет очень вяло. Очень вяло, очень аккуратно. Откусывает он хвосты. Так что, как бы, пока подсечь мне его не удается. Ну, надеюсь на более активный клев ближе чуть к вечеру. Солнце яркое стоит и... Ну, как бы, вчера были еще немножко... Вчера был не так ярко, как сегодня. И ветер был. Ну, посмотрим. Отыгрывает удочка. Спиннинг вообще отыгрывает хорошо. Чувствуется дно. Камешки, все чувствуется. Очень чувствительная снасть. Опять же, повторяюсь, вот, вчера ловил на мясорубку. Хороший спиннинг-то, клон, рояль, там, нареканий никаких. Обловил его вчера по полной. Взял хороших судаков на него, можно сказать. И по местным меркам. И тоже чувствительный все. Но сама снасть мясорубка задушенная по сравнению с мультом. Мульт чувствительный на порядок. Причем не надо ловить через фигу. Через фигу надо ловить, если... Ветер, там, я не знаю, приманку сносит. Там не чувствуется, то можно через фигу. Но вообще, я говорю, что... Я вот, например, сначала через фигу ловил какое-то время, да. А потом стал ловить без фиги. А вот, ну, обычным хватом, как, ну, мультовским, да. И прекрасно работает. Отлично, отлично. Снасть очень чувствительная. Я не знаю, почему. Мясорубка, походу, из-за своего веса просто глушит. Из-за своего веса, из-за вот этой ножки глушит. Все, ну, все, что передает спиннинг. А вот мульт нет. Ну что, уже закат, солнце скоро. А поклевок вообще нет. Было вот днем несколько поклевочек. Ну, одного судачка поймал, отпустил. Это есть видео. Пару откусанных хвостов. Здесь было пару поклевочек вообще дохлых. Таких еле-еле трых. А вот вчера, в это же время, в этом же месте, на эти же приманки судак просто клевал очень хорошо. И как бы, ну, вот такой вопрос, да, что изменилось. Ну, повысилась температура на пару градусов. Вчера было 18, сегодня было сегодня 20 или 21. Ветер сегодня, в принципе, тоже присутствует. Давление я, правда, не смотрел. Но я думаю, что давление особо не изменилось. Потому что никаких катаклизмов, дождя, там ничего не было. Ну, как бы вот так. Ну, ничего, продолжаю, половлю еще немножко, посмотрим, что получится. Вот, есть поклевочка одна. Сейчас посмотрим. Непонятно. Вроде окуневая, как будто поклевка. Ну, думаю, судачок небольшой. Наверное. Да, судачок, скорее всего, давит вниз. Ну, это не наш размер, я думаю. Вот такой. Судачишка. Может быть, сейчас будет выход небольшой судака. Пиявка вон у него какая. На теле. Присосалась. И вот, сейчас я посмотрю. Нет. Дотягивает он до нашего размера. Я его выбрасываю. Все равно, вялый, вялый. Вялый был какой-то ударчик совсем. Я так даже толком не почувствовал. Ну, вот. Второй судач заседал. Ну, еще я подъезжал ко мне, чувак, который сети тут ставит. Только что. Говорит. А как ты, говорит, ловить? Ну, мол, я, говорит, тут не умею. Говорит, ловить на спину. Я, говорит, ставлю сети. Ну, он сказал, что, говорит, покупаешь там карту рыбака здесь. И ставишь сколько хочешь сетей. Говорит. Без ограничения. Только единственное, что их нельзя ночью держать. Ночью, говорит. Ну, днем, вернее. Ночью ставишь, говорит. И это. Ну, на ночь, говорит. Вот он сейчас поставил их. А, говорит. Ну, говорит, это. Говорит, что попадается в сеть очень много налима. Налима и бракса. Бракса по-шведски это лещ. Леща и налима. Очень много. Он говорит, я хочу судака. Но, говорит, судака попадается мало. И, говорит. Ну, спрашивал там. Я им показал там свои джиги, там туда-сюда. Он спрашивал, а как я ловлю там. Интересовался. Говорит, я, может быть, тоже, говорю. Ну, вот так вот. Ну, значит, все. На сегодня рыбалка, в принципе, закончена. Потому что уже время. Надо ехать назад. Солнце уже садится. Но по скинингу. Скининг, в принципе, понравился. Никаких нареканий нет. Единственное, чуть-чуть коротковатая ручка, как я уже говорил. Ну, в принципе, это нормально. Ничего страшного нет. Достаточно удобно. Ну, вот так вот. Буду ловить дальше. Рыбалки еще будут. Так что оставайтесь на канале. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова